МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И сегодня у нас в гостях губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Александр Витальевич, здравствуйте. Алина, здравствуйте. Ну, вы не частый гость в нашей студии, наверное, потому что у вас очень насыщенный график. Тем не менее, это не мешает нам следить за теми мероприятиями, которые вы проводите, и за той информацией, которая поступает от вас. Но давайте сегодня как-то обобщим всю эту информацию и обозначим курс, по которому сегодня развивается Ненецкий округ. Ну, начну с того, что я не частый гость. Это совершенно правильно. Я сегодня, когда ехал к вам в студию, подумал, что мы встречаемся с регулярностью раз в полгода. И мне кажется, что это критически мало. На самом деле многое делается, и, наверное, есть смысл нам видеться хотя бы раз в месяц в рамках какой-то отдельной передачи и обмениваться мнениями, чтобы была возможность и услышать вопросы, которые наверняка к вам, как к журналистам поступают, чтобы у меня была возможность их прокомментировать, ответить, ну, и рассказать, как вы говорите, каким курсом движется Ненецкий автономный округ. Мне кажется, Ненецкий автономный округ движется позитивным курсом. Мы движемся в направлении ускоренного развития. И мы не раз об этом говорили в рамках и предыдущих программ, и в рамках каких-то моих программных выступлений. Мне кажется, что пока нам удается все то, о чем мы обещали, о чем мы говорили вместе с коллегами, воплощать в жизнь. Ну, хотелось бы начать интервью, наверное, с вопроса, который обсуждали больше месяца. Это, конечно, цены на путевку на Сёмгу. Знаю, что вопрос удалось решить благодаря вашему вмешательству. Вот каким образом удалось, так скажем, разрулить ситуацию? Ну, я бы так не говорил, что благодаря моему вмешательству отработала администрация, профильный департамент, в том числе и я, как часть команды администрации. Удалось разрешить, потому что я изначально говорил и высказывал свою точку зрения, я не понимал этого решения. С точки зрения экономики оно не носило никакого смысла. Повышение на тысячу рублей цены путевки на Сёмгу вызывало только огромное социальное неудовольствие, в том числе и у меня, как человека, который в том числе является жителем Ненецкого автономного округа и хочет быть законопослушным рыбаком. С точки зрения увеличения дохода в бюджет, еще раз повторюсь, это в масштабах федерального и даже регионального бюджета это ноль. И поэтому я действительно довольно искренне в этом смысле возмущался и разговаривал с коллегами из Росрыболовства, с руководителем Росрыболовства. И мне кажется, он тоже меня услышал и довольно быстро, собственно говоря, откорректировал это решение. Причем решение было двухэтапное. Сначала оно касалось цены на Сёмгу, и мы вернули ее в первоначальную стоимость, а второй, когда перестали выдавать путевки на вылов остального вида рыбы. Я имею в виду ряпушку, сик и так далее. И это тоже довольно быстро удалось решить после того, как мы обозначили, что эта проблема серьезно волнует жителей. Это очень приятно, что федеральное правительство сегодня вместе с нами готово слышать на самом деле действительно те проблемы, которые по-настоящему интересуют жителей. Но тем не менее вопрос об адекватности цены на путевку на Сёмгу, он все равно остается, потому что, например, в Мурманской области, насколько мне известно, эта сумма 350 рублей. Вопрос адекватности цены остается всегда. Скажу, что любому, кто живет на этом свете, всегда хотелось бы, чтобы все, что он получает, стоило дешевле и было выше качества. Это правда. Мне кажется, 2000 – это достаточно обоснованная цена на путевку, она устоявшаяся. Что касается Мурманской области, то я не знаю, откуда вам известна эта информация. По моей информации, в Мурманской области такая путевка стоит 2250 рублей. Я точно вам это говорю, потому что проверял, я тоже слышал эти слухи и, конечно, тут же поставил задачу узнать, действительно ли такая в 10 раз цена меньше. И официально нам прислали ответы из Росрабоводства, что там цена на 250 рублей дороже. Поэтому в этом смысле у нас даже эта услуга еще дешевле. Ну вот эти вопросы по рыбе, да, они позволяют нам говорить о каком-то развитии бизнеса на селе. Знаю, что вы буквально недавно были в Хруте, поводом стал день рождения поселка, но вы встречались и с представителями потребкооперации, как раз-таки обсуждали вопросы развития сельского предпринимательства. Вот можно ли говорить сегодня о том, что бизнес на селе может жить? Об этом нужно говорить, потому что если бизнес на селе не будет жить и не будет развиваться, то села есть все основания вообще перестать существовать. Тянуть село исключительно бюджетными рабочими местами тяжело и неправильно. Мы довольно... Я, кстати, еще раз хочу поздравить жителей Хруты с праздником, 122 года. Мы прекрасно... Прекрасный праздник они организовали, и действительно, мне кажется, каждый населенный пункт должен обязательно вот такие даты праздновать. Это в определенной степени и хороший сигнал для молодежи, и возможность вспомнить об истоках, об истории своего села. Это такая малая родина, которая, конечно, история, которую надо знать и чтить. Но возвращаясь к вопросу развития бизнеса на селе, мы встречались с представителями потребкооперации, они не раз уже мне этот вопрос ставили в разных населенных пунктах. Вы знаете, что у нас основная проблема сегодня, которая, на мой взгляд, тормозит развитие бизнеса, это цена на электроэнергию. В некоторых населенных пунктах она достигает 90 рублей за киловатт. Это, конечно, не просто высокая цена, это абсолютно заградительная цена. С такой ценой на электричество невозможно делать никакой бизнес, потому что сегодня современное и производство, и торговля, это все завязано на электричестве. И, слава богу, в 21 веке, наверное, так и должно быть. Мы поговорили о том, чтобы нам, значит, с 1 ноября попробовать снизить этот тариф до 8 рублей. Это будет чуть дороже, чем в городе, на 2 рубля. Но, тем не менее, 8 рублей – это вполне подъемный тариф. Повторюсь, уже этот вопрос передо мной ставился ранее, но тогда просто не было возможности бюджета для того, чтобы это решение принять. Вы знаете, что мы принимали отдельное решение по сельхозпроизводителям, им снижали до 15 рублей. Сегодня мы готовы для всех прочих потребителей уйти на 8 рублей. И это такой, мне кажется, очень правильный шаг, который сможет простимулировать развитие именно малого и среднего предпринимательства. Это будет и создание новых рабочих мест, это будет и создание собственных производств и собственного бизнеса. И, мне кажется, это может придать новый импульс развитию именно села, занятости людей и каких-то появятся новые перспективы работы. Ну вот, опять же, на примере Харуты хочется обсудить с вами вопрос, вернее, сегодняшнее положение дел по строительству в регионе. Знаю, что некоторые объекты удалось разморозить, в частности, это школа в Индиге, это строительство молодежного центра, да, там сейчас работы ведутся, но остаются как раз-таки на селе вот эти вот объекты и недобросовестные подрядчики, когда срываются сроки или работы вообще не ведутся. Вот, насколько я помню, в Харуте как раз такой вот пример, да, то есть детский сад, капитальный ремонт, а подрядчик не только там не начал работать, но даже не завез необходимые материалы. Есть ли какой-то рецепт, как вот обезопасить себя от таких недобросовестных подрядчиков? Это всегда такие две чаши весов. С одной стороны, мы, когда используем конкурентные процедуры, прописанные в федеральном законе, мы всегда понимаем, что мы ограничиваем возможности для потенциальной коррупции. С другой стороны, мы понимаем сегодня, что по некоторым направлениям сложилась такая ситуация, что предлагаемая цена является единственным критерием отбора этих самых подрядчиков на будущий объект. И вот в Харуте сложилась как раз та самая ситуация, когда пришел архангельский подрядчик, с серьезным падением по цене выиграл этот конкурс. С точки зрения конкуренции, казалось бы, идеальная картина, у нас была возможность на этой процедуре сэкономить приличные деньги и перенаправить их на ремонт или строительство в другие объекты или на иные цели, которых сегодня есть потребность у образования нашего. Но оказалось, что, конечно, то фатальное падение, которое произвел подрядчик, для него оказалось невыгодным и невозможным для выполнения того объема работ, который обозначен в контракте. Мы получили ситуацию, когда подрядчик определенное время тянул, не говоря нам о том, что он не в состоянии выполнить эти работы, кормил нас завтраками, говорил, что нет, 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 завтра я приступаю, баржи вышли, баржи грузятся, баржи завтра выйдут. А в какой-то момент уже, когда, к сожалению, сейчас оказывается, что у нас с точки зрения логистики нет возможности быстро привлечь другого подрядчика, он нам сообщил о том, что он не в состоянии выполнить эти работы. К сожалению, такое случается. Все, что мы по закону можем сделать, это привлечь его к ответственности, к административной, удержать банковскую гарантию, внести его в перечень недобросовестных поставщиков. Все это, конечно, мы сделали и сделаем. Но, тем не менее, проблема остается в том, что крайне важный для Хоруты социальный объект, который находится в ужасном состоянии и в котором сегодня просто невозможно воспитывать детей, запустить их внутрь, остался у нас без капитального ремонта, и теперь сроки этого ремонта переносятся на полгода. Мне безумно, вот неприятно, больно всегда, когда это происходит. Происходит по вине конкретных людей. Но все, что мы по закону можем сделать, мы делаем. Но это вопрос, который сегодня встает, мне кажется, все чаще и чаще. И в этом смысле все-таки вот это законодательство о конкуренции, оно корректируется. Сейчас были внесены в 44-й федеральный закон определенные корректировки, которые как раз в этом направлении снимают вот эти риски. Но, тем не менее, еще много надо работать над тем, чтобы вот этот баланс между потенциальной коррупциогенностью и все-таки качество выполнения работы сохранять. Потому что сегодня мы вот в погоне не допустить потенциальной коррупции, мы теряем уже качество работы. Либо подрядчик выигрывает с таким падением, что сдает нам некачественные работы. А вы сами понимаете, когда дело касается строительства, там всегда есть какие-то возможности скрытых, там, дефектов и всего остального, которые выплывают на самом деле только потом. И слава богу, если еще подрядчик в рамках своих гарантийных процедур в течение года, это все устраняет. А так иногда приходится, когда подрядчик после этого сразу обанкротился, приходится это делать своими силами. Поэтому плохо все, что можем по закону, делаем, но, к сожалению, эта проблема остается, и она уже переходит такой из формата локальных в формат, наверное, такой серьезный, смысловой. Ну, я, насколько знаю, там удалось, да, как-то разрешить ситуацию с детским садом? Там нашли помещение для ребят? Мы нашли помещение, там, конечно, процесс воспитательный и процесс обучения будет продолжен, но, конечно, это будет в таких достаточно стесненных условиях по сравнению с тем, что могло бы быть после капитального ремонта. Ну, теперь давайте о хорошем. У нас в городе кладут кирпич, слышим ежедневно, как забивают сваи. Сколько в этом году планируется ввести жилья? Смотрите, я, во-первых, мы прошлый вопрос как-то очень в негативной ноте закончили, но действительно нам удалось добиться по двум объектам, которые вы сказали, очень важными, да, это школа в Индиге и молодежный центр. Вот здесь я очень доволен нашей работой, потому что индийский долгострой был действительно очень сложный с точки зрения корпоративного решения, и мы его нашли, и сегодня, вы знаете, вы, по-моему, летали с нами как-то в командировку, она находится уже в финальной стадии. У нас нет никаких сомнений, что с 1 января после зимних каникул мы уже сможем детям, детей в Индиге отправить в совершенно иного уровня учебное заведение, которого я с уверенностью могу сказать в истории поселка Индига еще никогда не было. Да, современная, красивая школа, наполненная современным хорошим оборудованием. Молодежный центр. Мы его, как вы знаете, переформатировали в Кванториум. Я специально разговаривал и просил министра просвещения о том, чтобы вот эти федеральные деньги, которые нам готовы были выделить в этом году, нам перенесли на следующий год. Именно с той целью, чтобы не строить Кванториум где-то в приспособленных помещениях. Я сказал, что мы сделаем хороший молодежный центр, Кванториум, и это действительно, сейчас это не громкие слова, это будет один из лучших в России Кванториумов, которые вот и с точки зрения помещений, и с точки зрения насыщенности. Мы здесь уже продвигаемся. 4-го числа там было достаточно большое в связи с этим количество внесений и изменений в проектную документацию, но вот 4-го, 6-го сентября уже будет окончательный проект со всеми, предусматривающий все детали необходимые для развития вот этого современного молодежного пространства. И уверен, что до конца следующего года мы тоже с вами съездим на открытие этого действительно уникального, на мой взгляд, учебного или развивательного учреждения. Мы взяли хорошие темпы построить это жилье. Мы сегодня только в Наринмаре строим 7 домов, которые там предполагает серьезное количество семей, которые вот смогут улучшить свои жилищные условия. Это до 1000 семей, которые сможем переселить из ветхого аварийного, в первую очередь, из ветхого аварийного жилья. У нас по жилищному строительству в целом все контракты, которые заключены в этом году, по контрактным обязательствам цикл строительства в наших условиях два года. То есть всех срок сдачи в 2020 году. Тем не менее, с частью подрядчиков, я не буду говорить, с какими, мы договорились, что они приложат все усилия для того, чтобы свои объекты сдать до конца этого года. И я, ну вот мне кажется, сейчас у нас есть все основания полагать, что до конца года мы до 40 тысяч квадратных метров, в районе 40 тысяч квадратных метров, в целом по Ненинскому автономному округу, жилья сможем построить. Часть из них в городе будет сдана, конечно, без внутренней отделки. Это будет вот именно построенное помещение, в котором до конца марта будет доделана внутренняя отделка. Это вот то, что мы договорились с подрядчиками, вот об этом ускоренном темпе. Остальные все до конца 2020 года. Это хороший темп, и в 2020 году мы предполагаем продолжить это строительство. Я много раз говорил, что считаю, что вопросы ветхого жилья в городе, ну, это проблема номер один. Потому что, конечно, те условия, в которых сейчас люди вынуждены жить, вот в этих деревянных домах, которые много лет не видели ремонта, отсутствием практически, ну, для любого, значит, горожанина обычных коммунальных услуг, это безобразие, и это просто не может формировать хорошего комфортного ощущения о собственной жизни. И наша задача номер один эту проблему решить. Ну, вот помимо ввода жилья, строительства жилья за это лето, наш город заметно преобразился. Да, очень много работ ведется по созданию комфортной городской среды. К сожалению, остаются вандалы, которые портят вновь возведенные какие-то архитектурные формы. Вот как можно с ними бороться? Что сделать, чтобы то, что созидают наши строители, да, и мэрия, там, и власти поселка Искателей, не разрушалось? В первую часть вопроса отвечу вообще об объектах благоустройства. Мне очень приятно, мы, так сказать, долго с мэрией притирались в этом вопросе, но, тем не менее, в этом году я могу констатировать, что я вижу реальный интерес нашей мэрии к развитию городского пространства. Мне кажется, они осознали о том, что город через такие формы строительства, градостроительных решений действительно преображается. И когда город преображается, совершенно другое возникает настроение. Когда мы в прошлом году, если помните, осветили город, поставили эту архитектурную подсветку на первых пяти стартовых зданиях. На самом деле, я не знаю, как у вас, но у меня совершенно изменилось восприятие города. Многие мои знакомые, когда я им отправляю фотографии Наринмара, вот этого ночного, зимнего Наринмара, говорят, что это просто фантастика, это какая-то просто... это какая-то улица с рождественских открыток, и мы все приедем обязательно к вам в гости. Это будем продолжать. И мне кажется, это хороший пример того, как получилось очень-очень неплохо и поменяло восприятие. 24 площадки сегодня находятся в процессе строительства. Это имеется в виду объекта благоустройства. 24 на город. Это очень хорошая цифра. И я смотрю по сравнению с прошлым годом. В этом году в основном все подрядчики идут в графике. Я смотрю, что улучшилось качество работ, потому что по прошлому году некоторые до сих пор мы еще не приняли. Улучшилось качество работ. Я смотрю, что появилось у администрации города желание это делать. И я думаю, что в следующем году, мы недавно разговаривали с мэром, мы постараемся, чтобы такое количество объектов благоустройства было минимум 50 на следующий год. То есть еще плюсом 50. И будем немножко расширяться. Если сейчас они такие вносят локальный характер, то мне кажется, со следующего года мы будем их делать, чтобы они охватывали 3-4 дома таким квартальным образом. Вандалы. Вандалы, ну, конечно, это то явление, которое существует во всем мире. И низкая культура и плохое воспитание людей, к сожалению, очень сложно чем-то побороть. Как это не прискорбно, но побороть это можно единственным способом. Это, наверное, строгостью наказания за такого рода деяния. Мы постараемся в следующем году, в этом уже начнем в следующем году, оснащать все эти объекты все-таки видеокамерами через систему безопасный город, через систему умного города. И действительно, просто выявляя таких хулиганов, я это говорю открыто, мы будем применять, и я буду настаивать на том, чтобы применялись максимально жесткие формы наказания. И здесь на меня пусть не обижаются, но мы строим большими усилиями, на самом деле, вот экономии, где-то находя эти крохи для того, чтобы вложить в развитие города. И когда находится какой-то человек, который считает себя вправе, вот это наше общее, на самом деле, заработанное его же бабушкой, отчислениями от пенсии его же бабушки, там, моей и всех нас, прийти и сломать, я считаю, что такой человек заслуживает самого жесткого наказания. Мы будем это делать. Ну, Александр Витальевич, для жителей Ненецкого округа всегда крайне остро стоит вопрос относительно социальной поддержки со стороны государства. И вот насколько сегодня мы можем быть уверенными в том, что не повторится ситуация 2015-2016 года, когда целый ряд льгот был отменен. И я объясню, почему я задаю этот вопрос. В округе усиленно массируются сейчас, да, разговоры о том, что может быть отменена доплата региональная, доплата к пенсии. Я слышал этот слух. Значит, первое, что хочу сказать, что это даже не обсуждается, даже не рассматривается. Эта выплата не будет отменена, и, более того, даже никогда не поднимался вопрос в здании администрации или собрании депутатов, насколько я знаю, о том, чтобы каким-то образом отменять эти выплаты. То, что касается недопущения повторений 2015-2016 года. Действительно, 2015-2016 год, это такой был общефедеральный тренд, когда федеральное правительство, и я признаюсь, был в числе тех чиновников в Москве, которые ставили под сомнение такое количество социальных льгот, которые своими решениями и регионы приняли. Была позиция о том, что есть федеральное законодательство, федеральным законодательством определено количество льгот, которые могут себе позволить регионы, все остальное, так или иначе, должно пересматриваться или вычитаться из доходной базы. Сейчас я абсолютно пересмотрел свое отношение. Значит, первое, может ли повториться? Я таких вот сейчас, таких среднесрочных перспектив, ухудшения ситуации настолько, что мы были вынуждены жертвовать социальными обязательствами, не вижу. Как минимум, у нас есть огромный запас прочности и в части нашей долговой политики, и в части возможности сокращения по другим инвестиционным статьям. Точно говорю, что если уже, не дай бог, сложится ситуация для способности сокращать социальные обязательства, это значит, что какой-то очень существенный, существенный провал произошел в экономике. Я, еще раз говорю, среднесрочный, даже в долгосрочной перспективе, я таких не вижу возможностей. То есть 2-3 года мы точно, даже в случае повторения сценария 2015 года по падению резкому цены на нефть, мы точно имеем запас прочности для того, чтобы пройти его фактически незамеченным для экономики субъекта. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, не планируется сокращение никаких новых социальных обязательств. Более того, мы индексируем те социальные обязательства на уровне инфляции, которые у нас есть, и сейчас только вот буквально на днях было у меня совещание, на котором мы приняли решение отиндексировать часть социальных выплат на уровень инфляции. И более того, даже обсудили новые. Вы все знаете, что у нас есть проблемы с молодыми учителями, которые, к сожалению, особенно в сельских населенных пунктах, мы приняли решение о том, что... Не то, что приняли решение, мы от себя приняли решение предложить собранию депутатов вариант, по которому наши молодые учителя, которые приезжают на работу, в первую очередь в СИО, могли бы иметь возможность компенсации за аренду жилья не на протяжении трех лет, как сейчас, на протяжении пяти лет наравне с нашими медиками. А второе, чтобы все надбавки, так называемые, северные, которые распространяются на нас, на меня, на приехавшего в течение пяти лет, 20-10% каждые полгода, чтобы они сразу по приезду получали 100% на эту надбавку. Это, конечно, может звучать несправедливо для тех, кто прожил здесь долго, но надо понимать, что мы говорим это не про всех. Мы говорим это про учителей, которые приедут сюда учить наших детей. И нам крайне важно, чтобы сюда приехали достойные молодые кадры, которые бы нашим детям давали хорошее образование. Александр Витальевич, недавно у нас побывали официальные делегации из Татарстана и Новгородской области. Я знаю, что были заключены, заключен ряд соглашений. Вот, есть ли понимание, как они будут реализовываться и не останутся ли они просто какими-то пустыми обещаниями? Значит, смотрите, у нас в рамках этих визитов действительно состоялись довольно содержательные переговоры и с главой Татарстана, и с губернатором Новгородской области. Мне почему-то удивительно, что у нас, допустим, визит Новгородской области свелся в понимание общественности к тому, что людей хотят переселить в Новгородскую область. Конечно, нет. Так вопрос не стоит и никогда в жизни не стоял. Ту презентацию, которую делали коллеги по Новгородской области, они на самом деле делают практически во всех регионах, куда приезжают с визитами. Это связано с тем, что Новгородская область сегодня очень сильно нуждается в трудовых мигрантах. И когда губернатор Андрей Сергеевич Никитин вот этот вопрос у себя ставил, он сказал, что давайте попробуем сделать в первую очередь ставку на тех людей внутри России, которые хотят переехать в другой регион. И мы могли бы им для этого предоставить такие условия. Это совпало с тем, что до этого я говорил и председателю правительства, и вице-премьеру, и министру о необходимости переселять людей, которые у нас стоят в очереди. У нас, как вы знаете, есть закон, в соответствии с которым люди, изъявившие такое желание, которое подпадает под ряд параметров, имеют право по закону переехать с территорий Крайнего Севера в более благоприятные климатические условия. Вот для вашего понимания, в Ненецком автономном округе две тысячи семей, почти две тысячи семей, стоят в такой очереди. Я не буду вам говорить, но больше 50% из них в этой очереди стоят по 15-20 лет. И перспектив на этот переезд, честно говоря, если мы будем продолжать выделять по 2-3 квартиры в год, ну, вы понимаете, у них практически большинства не будет возможности дожить до этого переезда. А я, конечно, большинство этих людей это уже люди взрослые, которые здесь провели свою трудовую жизнь. В чем заключалось мое предложение, которое я озвучивал? Вот нам доводят в рамках национального проекта «Жилье» объем квадратных метров, которые мы должны построить. Но при этом это рассчитывается на всех жителей, условно говоря, сколько здесь живет. Вот считают, сколько нас здесь зарегистрированных людей настолько построить жилье. Но среди этих людей есть вот те 2000 семей, которые хотят переехать. И это наше право, это наша обязанность по закону им предоставить это право. И почему бы в рамках этого проекта «Жилье» нам не попробовать тогда не строить здесь им пусть и хорошее, пусть и комфортное жилье, но в Наринмаре или где-то в селах Нинскоавтономного округа, а уже в рамках этого проекта попробовать решить и этот вопрос. И этих людей, если у них есть желание, наша обязанность по закону, я повторяю, переселить в тот регион, который им будет интересен. Мы, с одной стороны, экономим на строительстве. Если нам дадут право там построить им дом, мы потратим на это в три раза меньше денег, чем мы потратим здесь. Второе, мы выполним наши обязательства перед этими гражданами, которые хотят переехать и имеют такое право по закону, я повторюсь. И в-третьих, мы, возможно, высвободим хорошее жилье на вторичном рынке, в которое мы ускоренными темпами сможем переселить людей из сегодняшних деревяшек, о которых мы с вами говорили в начале нашего разговора. В связи с этим, поскольку мы это много обсуждали, и Андрей Сергеевич эту идею подхватил и первым приехал, говорит, давай мы тогда предложим себя, вот если это решение будет принято, я готов там подключиться, строить комфортабельное жилье, переселять к нам, готов заниматься трудоустройством этих людей и предоставить им соответствующие вакансии, если они ко мне приедут. Вот отсюда возникла эта презентация. Но, поймите, это не было основной, не в этом была цель его визита. Новгородская область сегодня Андрей Сергеевич, он ведь долгое время возглавлял агентство стратегических инициатив при президенте. И он автор огромного количества новейших решений. Вот идею с кванториумами, в принципе, вообще понятие кванториума, это придумало в свое время оси. Идею с урбанистическими решениями это оси. Новгородская область сегодня внедряет много хороших инициатив в области медицины, в области образования. Почему бы нам не перенять этот опыт? Я опять же говорил нашим учителям. Вот мы почему-то все время ездим перенимать опыт у других. У нас свой есть опыт. У нас прекрасные учителя, у нас дети получают 100 баллов по ЕГЭ и с легкостью поступают в МГУ имени Ломоносова. Но в Москве таких детей не так много. Это наши учителя их подготовили. Так нам тоже надо ехать и передавать наш опыт. И в этом смысле мы и это обсуждали. Поэтому это, конечно, в части Новгородской области не связано с желанием переселить округ в Новгородской области. Это просто надо всем понять. Но как возможность, как одну из предоставляющихся нашим людям возможностей, это можно рассматривать. По Татарстану, мне кажется, что у нас есть огромные перспективы. Вот как раз с Татарстаном, я бы сказал, нам есть чему поучиться, потому что действительно Казань сегодня, я скажу, наверное, самый динамичный, ну, после Москвы, самый динамичный город с точки зрения и развития внутренней жизни города и с точки зрения цифровизации почти всех сервисов. Это и возможность первой в России открывшейся новый город, Иннополис. Это, я неплохо о нем знаю, поскольку это была особая экономическая зона, развитием которых я занимался. Это первый город, которым построен университет IT-специальности. Ну, суперсовременная, супервостребованная специальность. Так почему бы нам не поговорить, чтобы наши детки имели возможность после школы поступать туда? У них же есть там 10-11 класс школы специализированной, которая готовит уже к поступлению в этот университет. Это точно профессия 21 века. Это те дети, которые точно будут устроены. И мы об этом говорили. Мы говорили о том, как наше образование попробовать повысить, как нам цифровизовать государственные услуги, которые в Татарстане прекрасно имеют опыт. Ну, и не надо забывать, что компания Татнефть на секундочку на нашем округе вторая по количеству лицензий и по объему запасов подтвержденных. И сегодня эта компания пока что у нас так особой активности, мягко говоря, не проявляет. И мы, конечно, этот вопрос у нас был одним из основных при переговорах с главой республики, с Рустамом Нургалевичем Менихановым. И в этом смысле мы создали сейчас рабочую группу. И она уже провела после его визита несколько заседаний. Сейчас в ближайшее время сюда приедет генеральный директор Татнефти. И мы, вот хочу вам сказать, в ближайшее время, наверное, в следующем году уже начнем практическую реализацию присутствия компании в нашем регионе. Уже в этом году компания изменила свой инвестиционный Клаплан и выделила до 5 миллиардов на геологоразведку. Для нас это хорошая возможность. Плюс мы обсуждали, чтобы они брали наших подрядчиков и наших специалистов на работу. И в этом смысле, мне кажется, есть все возможности рассчитывать на такую ответственную позицию компании Татнефть под руководством Рустама Миниханова. Следующий вопрос мой любимый. О полетах вот этим летом у жителей региона появилась возможность выбираться не только в Москву, Петербург или Архангельск. География полетов из Ненецкого округа значительно расширилась. Это и Уфа, и Екатеринбург, и Челябинск. Причем цены на билеты довольно-таки приемлемые, а если ты еще берешь с собой удочку на борт, то там вообще буквально копейки. С приходом осени-зимы не взлетят ли цены и не сузится ли география полетов? Какие вообще планы в этом направлении? Ну вот вам нравится, что расширилась география полета? Мне тоже. Я думаю, что не должно быть сильно скачков цен, потому что вы знаете, что все эти полеты являются субсидируемыми, мы договорились и в этом нас поддержал президент, я к нему обращался с этим вопросом. Действительно, пока у нас нет автомобильной дороги, мы сильно ограничены в возможностях выезда с территории региона. И, конечно, когда наши основные перевозчики, которые, ну, давайте говорить откровенно, фактически монополизировали этот рынок, они всегда нам в пиковые сезоны значительно повышали цены. Ну, я не знаю, я по себе ощущал, что это серьезно бьет по карману. При том, что у меня очень неплохая зарплата. Я понимаю, что люди, получающие меньше, меня в принципе не могут это себе позволить. Значит, президент, повторюсь, нас поддержал, и тогда появилось решение о том, что нас включили отдельной строкой в соответствующее постановление правительства, и у нас появилась возможность получить дополнительные рейсы. Компания «Руслайн», которая зашла на исполнение, выиграв конкурс, с Минтранси, зашла на исполнение этих полетов. Все помните, в начале было довольно много нареканий. Мы, честно, очень жестко выстраивали с ними взаимодействие, и мне кажется, компания здорово нас слышала и всегда с нами не припиралась, а старалась улучшить свой сервис. Сегодня, мне кажется, они летают довольно четко, без серьезных задержек. Ну, конечно, случается, как у авиации, всегда, понимаете, если есть хоть какое-то подозрение на то, что самолет может быть неисправен, лучше не полететь, чем полететь с риском. Мы сегодня говорим о том, что и обращаемся в Минтранс о том, чтобы на следующий год нам расширить сетку полетов, не сокращая это направление. Вот есть еще идея поставить рейс в Казань, и есть еще идея поставить два или три дополнительных слота на Москву. Потому что Москва все-таки для нас самый распространенный стыковочный узел. Через Москву мы летаем и на отдых, и в командировки, и везде, куда нам надо. Вот эту работу ведем, я надеюсь, что нам получится в следующем году расширить. И последнее. Мы с вами общаемся в преддверии празднования Дня Нинецкого округа 90-летия. И вот, насколько мне известно, готовится большая праздничная программа. Конечно, хотелось бы узнать, кто к нам приедет в этом году. К нам приедет большое количество гостей. Начнем с этого. У нас действительно программа будет очень интересная. Большое количество развлечений. Будут представлены кухни разных регионов, где можно будет продегустировать. Мы даже там готовим один сюрприз. Мы постараемся сделать один конкурс и попасть в Книгу рекордов России. Попозже приоткроем секрет, что это будет. И, конечно, будет праздничный концерт, на который нас приедут поздравить. Сегодня мы думаем, что это будет наш любимый певец Марсель, который, само собой, должен приехать. И вот сейчас вы меня, конечно, задаете вопрос. Сейчас боюсь, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Есть возможность мне попасть под критику. Но мы, честно говоря, договорились с Аней Лорак, что еще приедет она. Вот, надеюсь, будет концерт такой сборной, будет Марсель, будет Аня Лорак, и будут еще несколько исполнителей такого, скажем, нашего местного, но популярного формата. Отлично. Спасибо вам большое, Александр Витальевич, за интересное интервью. Спасибо, Алина Ван. Будем чаще встречаться. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон»